Данный зал посвящён религиозным верованиям, духовным традициям Оленевского-Венков. Здесь представленные экспонаты рассказывают о, например, о наивысшей форме религиозных воззрений, религиозных культов, как шаманизм, шаманство. В устье речки Сенька, в которую падает река Оленёк, низевая от районного центра Оленёк, на проездном мысе этой речки нашли воздушное свернение «Арангас» из-под шамана. Археолог Никита Девич Архипов в 1980 году произвёл ороскопку это погребальное сооружение. И были из него извлечены много музея, которые стали музеями Придеметовы, которые являются атрибутами и частью шаманской скульптуры, захороненного в этой гробнице. Вот перед вами реконструкция гробницы шамана Нарикасенко из шести опорных столбов и с двускатной крышей, как будто напоминающая эта гробница летящую петельцу. Извеличённые из гробницы образцы шаманской скульптуры, которые представлены на ваше обозрение. Вот тоже реконструкция одежды шаман-шамана перед вами. Вот эта одежда, костюм шамана была отдельно найдена. Найдена в другом захоронении. Здесь реконструировали сами учёные. Как было, находились подбески в нашем костюме. Он тоже как будто на подвеске напоминает эскелет птицы. Вот на подоле здесь закреплены кости рёбер. С одной стороны 5 рёбер, а с другой стороны 4. И в сумме даёт 9. Это сохранное число для всех верующих. И на рукаве вот здесь закреплены кости лдодевидной подвески. И называют кости предплечья. А вот в самом уязвимом месте вот такой большой железный круг. Это называется Кагаматимир, который защищает в самом уязвиме место шамана прорив. Вот спины. Вот вражеская стрелы. А также вот другие фигуры. Железные фигуры, которые... Они олицетворяют духу помощника шамана. А вот которые привески... Подвески, которые называются хобакыган. Вот эти норечки, подвески... Беггекыган. Но они как будто... Они являются как латами защиты. Для защиты от стрел вражеского шамана. Таким образом, костюм шамана со всеми атрибутами, со всеми скульптурами. Является, вот, основной части шаманского культа. Вот... По религиозному верованию мифология и вселенная имеет трехъярусный моделл. Нижний, верхний, средний мир. И шаман превращает пятицию... Понимается верхний мир. Или превращается в гагару, или большую рыбу. Нижний мир через прорыв. Вот это символизирует прорыв. Нижний мир. Вот... Извержение невестных светил. Эти фигуры, которые освещают путь шамана в иные миры. Со средним миром шамана связывают, так называемое, поводье, за которым... Это поводье держит, так называемый, ассистент Кутруксот, помощник шамана. И только благодаря этой связке, этой поводье, этой верёбке, Возвращается шаман в средний мир. Таким образом, он как посредник между духами и людьми выполняет свою функцию Благодаря своему деянию, своему шаманской скульптуре, своим верованиям. Вот здесь фигуры, скульптуры, изображение фигуры духов, помощников шамана. Вот. Главный дух, покровитель шамана Эмегет. Вот, как я сказал, это надевидение подвиски, символизирующие кости и предпелечья. Харитопытолом автора. Железные ногти, шарканец подвиски, как защитные латы шамана. А вот дух и помощник человекоподобный идол, фигура фантастических животных, фигура рыб. Которые, вот, с первым ударом бувна, просыпаются эти духу помощника. И они начинают вот свою обязанности по... Вот, фигур летящих птиц, тоже различных фигур летящих птиц. Лебеды, гагары. Вот такая богатая шаманская скульптура представлена на нашей экспозиции. и п 같иться, прикольно sized. Как и думаю, что столько-к viene. σω а.